Продолжение следует... Очень-очень близко надо, но так, чтобы зеркало осталось с нами. Наконец-то! Возможность покушать и поспать. Так как я уже здесь простоял, когда паром будет просто не стоять, не надо будет. Просто буду ехать и все. Продолжение следует... Продолжение следует... Могу сказать, на этом пароме как-то спокойнее. Не знаю, там на этот паром, который идет из Латвии, там вообще ужас. Все стрессы какие-то, какие-то недовольные и так далее. А здесь все нормально. Сумка, там одежда. Тихо. Тихо. Вот такая каюта. Да, гораздо лучше, чем наш матвейский, правда? Вид за окном, конечно, прекрасный. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так как вчера я утром встал, я не ехал дальше вечером, когда у меня закончилось время отдыха, потому что сегодня утром у меня встреча с клиентом. Как бы вечером мы не могли встречаться. Вот этот рейс делает тест-драйв, так что я так могу позволять себе там где-то постоять и так далее. Как я соскучился по этим горам. Смотрится все очень-очень-очень красиво. Я не знаю, можно ли в Австрии снимать, потому что Австрия вообще класс, там виды там такие. Но так как виды регистратора запрещено использовать, может быть и камеру не можно. Вот я этого не знаю, я не буду рискнуть, потому что там штраф довольно большой, если не ошибаюсь, там 10 или даже больше тысяч евро. Зачем это надо? Вот такой у меня сегодня ужин. Ролтон. Вот синий ман стоит напротив меня. Догонял меня. Ну вот, едем по Италии. У меня еще там место выгрузки 213 километров. Наверняка не успею доехать. Доеду утром. Но так и так, торопиться мне негде. Так как раз загрузка только только после обеда. Но, кoneк и доbulого полный гонка, достаточно подбежки не так, но по-рубе не до сих пор не до сих пор налет. Тоже, что, российский 22 мА Это КО 10 incluso 6 после выгрузки посмотрим что будет за груз обратно на швецию но как я понял будет тяжелый груз это 24 тонн 800 килограмм основной груз какой-то какой-то тяжелый и невысокий еще надо в австрии взять завтра утром одну такую штучку 14 метров длина так что надо будет ехать с открытыми дверями дверями не знаю в италии это невозможно но в австрии и гримании это нормально так что так что все будет по законам только что выехал из кольца и через километр опять кольцо итак последних 20 километров и через каждый километр кольцо мне надо заехать там и как-то развернуться итальянец сказал что фури так всегда делает как-то мне не верится посмотрим вот выехал я из загрузки остановился тут недалеко все сделать до конца просто там каршик какой-то не знаю сказал что бы я уехал из погрузки потому что там очереди так далее не дал мне все сделать до конца ехать до следующего места 450 50 километров вот у меня такая камера стоит здесь большая спросил чтобы я его сфотографировал он очень гордится со своей машиной ну конечно машина красивая сомнений нет вообще скания пятьсот шестьдесятая салон тоже прекрасный где же он пропал мне торопится чуть-чуть надо не знаю веселый мужик спросил ему чтобы он не дал email чтобы я мог отправить фотографии ну вот вот смотрите как раз его правда вот здесь можно жить ну не здесь именно но там подальше там ближе к горам здесь обгонять не можно так что если кто-то едет в 70 то всем надо ехать с такой скоростью и мы у у у и Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такой у меня груз... В Германии и в Швеции так можно ехать... Жалко, конечно, что красного нету... Сейчас будем ехать дальше... Еще несколько часов остались... В Германии... 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 надо бы звонить по-быстрому клиентов может быть у них что-то есть с грузами плохая ситуация на латвию вообще нету надеюсь что хоть что-то найдется разгрузка должна быть где-то здесь есть ли она здесь хороший вопрос доброе утро вот так вчера груз не нашел сегодня тоже ничего нету паром уже заказал сегодня вечером вот придется ехать пустому наверно ничего тут не поделать а 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